добрый день всем любителям радиоуправляемых моделей это рубрика авиамоделизм для начинающих 36 выпуск и наконец-то мы переходим к настройке нашего передатчика для модели як-12 в одном из предыдущих выпусков мы говорили что использовать на этой модели будем аппаратуру fly sky i6 на эту аппаратуру у нас есть подробный обзор вы можете перейти по ссылке в подсказках и посмотреть какой пункт меню за что отвечает но сегодня прежде чем мы сможем настроить нашу модель нам надо привязать приемник ну и прежде чем подключать приемники делать привязку нужно проверить в каком режиме работает передатчик у меня выбрана новая модель еще не настроенная переходим в пункт rx setup системных настроек и смотрим и первый пункт сейчас и режим работы fkds 2 а то есть это телеметрийный режим но он не подходит для приемников старого типа которые установлены у нас на яке соответственно этот протокол нам нужно выключить все пропали все дополнительные настройки приемник у нас будет работать без телеметрии в не телеметрийном режиме выходим из меню выключаем передатчик и запускаем режим привязки нажимаем кнопку бинт и включаем пульт появляется надпись rx binding то есть привязка и вот теперь мы можем подключать нашу модель снимаем крыло его можно пока отложить в сторону и в комплекте с приемниками флеская всегда идет вот подобная перемычка и и устанавливаем на разъем бинда для шести канальных приемников это крайний правый разъем рядом с шестым каналом ну и подключаем питание вот как видите красная лампочка на приемнике загорелась не мигает значит привязка прошла нормально питание выключаем снимаем перемычку точно также выключаем пульт и можно снова включать в обратной последовательности сперва передатчик запомните всегда включают сперва передатчик потом модель и подаем питание на модель как видите регулятор хода ругается это значит что он не откалиброван такое часто бывает с новыми регуляторами которые еще на моделях не не стояли не вы настраивались под конкретный диапазон работы вашего передатчика чтобы откалибровать регулятор на включенном передатчике переводим газ на максимум включаем модель вот после первых двух пиков переводим газ в ноль мотор просигнализировал что он готов к запуску и уже никакой сигнализации никакого писка постороннего нет можно проверить как двигатель запускается все старт идет все нормально крыло можно поставить на место и даже закрепить на одну резинку хотя пока полностью собирать самолет не требуется и проверяем как отрабатывают рули правый стик у нас отвечает за элероны и руль высоты если его тянем на себя руль высоты должен подниматься а он опускается значит руль высоты надо будет инвертировать элероны стик если отклоняем вправо правый элерон должен подниматься тут все верно и левый стик это газ и руль направления куда отклоняем вправо руль пошел влево тоже значит нужно будет сделать реверс канала и как это сделать заходим в меню долгим нажатием на окей переходим на меню функций и самый первый пункт это у нас реверсы заходим в меню помним что элероны у нас работают правильно их менять не надо а вот второй канал это роль высоты нам надо инвертировать переключаем на реверс третий канал будьте очень осторожны это газ если его инвертируете то мотор включится на полные обороты так что будьте внимательны а еще лучше снимите пропеллер на момент настроек и четвертый канал нам тоже нужно инвертировать включаем реверс и сохраняем настройки долгим нажатием cancel выходим из меню и еще раз проверяем отклонение рулей и так правый стик на себя руль высоты поднимается все верно правый стик вправо поднимается правый элерон и левый стик отклоняем вправо руль направления пошел вправо все верно вот это и есть минимальная необходимая настройка которую нужно сделать перед первыми попытки запуска все остальные функции они уже вторичны и делаются по необходимости по поведению модели в полете об этом мы конечно же расскажем и покажем какие функции необходимо добавить особенно для новичков чтобы обезопасить себя обезопасить модель обезопасить свои руки и окружающих людей все это мы расскажем видео по полной настройке модели но наша модель наконец-то полностью готова теперь можно выходить на природу выбирать нормальный безветренный денек и пробовать самолет запускать но перед этим все-таки дождитесь следующего видео в котором мы расскажем настройки дополнительных функций и о технике безопасности при запуске модели не обращайте себе радости от первого полета ну а на этом я с вами на сегодня прощаюсь как видите наша длинная эпопея подходит концу модель готова модель уже способна летать и в очень скором времени вы увидите ее полет ну и конечно же мы вам расскажем о всех действиях которые нужно совершить перед первым полетом так что не забывайте подписываться на канал кто еще это не сделал ставьте лайки и ждите наших следующих видео в рубрике агромоделизм для начинающих до новых встреч до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по-взрослому